Черногория объявила о завершении программы золотых паспортов, то есть, иными словами, те, которые покупали паспорта, да, вроде остаются гражданами, а других больше не будет. Но я думаю, что и другие будут. Ну, Черногория на этом заработала 300 миллионов долларов. Представляете, сколько в России денег украденных, что засранный паспорт могут платить сумасшедшие деньги, лишь бы только не российский паспорт. Жуть. И Чехия, и Великобритания присоединились к бойкоту чемпионата мира по боксу из-за участия спортсменов из РФ и Белоруссии. То есть, вот, представляете, теперь можно любое мероприятие обосрать тем, чтобы взять кого-то из РФ и Белоруссии. Нужно вот кому-то, каким-то конкурентам, злодеям что-то обосрать. Раз, договаривают сразу с русскими, белорусами, и всё. И там сразу минус чехи, британцы и прочее, и прочее. То есть, такой троллинг очень жёсткий. Виксельберг заводит деньги в Казахстан. Не только в Казахстан. Деньги Виксельберга, мы знаем, уезжают и в Турцию. Ну, как то, что он прёт ещё и через Чечню. Ну, то есть, там очень плотно он закрутился со всеми, Виксельберг, очень плотно. Продолжает, то есть, он работать в России. Да, такой боец за свободную Украину. И Канада также призывает своих граждан немедленно уехать из Белоруссии. То есть, готовится. Генсек над Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все условия Турции. Не верю, что осенью они войдут. Осенью они, может, и войдут. Но все условия Турции они не выполнили. И я думаю, что вот это... Знаете, почему он сказал Столтенберг? Да? Что они выполнили все условия? Потому что Эрдоган на фоне того, что случилось, такое землетрясение такое... Он понял, что не надо ни с кем ссориться. И сказал, ладно, давайте их, ну и нафиг. Вот так было, понимаете? То есть, ему позвонили, сказали, слышь, ну, ты чё там? Будешь залупаться ещё? Говорит, а чё, куда залупаться? Тут такое землетрясение, такие жертвы, такие проблемы внутриполитические, да? Да и внешнеполитические тоже. Лучше иметь в друзьях, чем во врагах. И давайте всё. Мы договорились. Так именно было. А то, что Швеция не выполнила условия Эрдогана по сдаче этих курдов, я думаю, мы убедимся. Потому что, видите, они там начали вроде как-то вытаскивать этих курдов. Там общество встало на такие уши, что, блядь, я думаю, власть имущие сильно зассали. Поэтому, в общем-то, это землетрясение согнуло Эрдоган. Ерзин или Ерзин. Ерзин, да, единственный город турецкой провинции Хатай, где ни одно здание не пострадало от землетрясения. Но оказалось, что там мэр весьма принципиальный и не допускал нарушения. Он сказал, у меня чистая совесть, мы ни в коем случае не допустили незаконного строительства. Конечно, есть люди, которые находят способ, каким-то образом пытаются строить нарушения. Мы их штрафуем. Даже если вы не можете полностью заблокировать незаконное строительство, вы можете помешать ему на определенном этапе. И, видите, там жертв нет. Прикольно, да? Да, я сразу вспоминаю, когда было в Ленинакане землетрясение, и там строитель один армянский приехал, когда он где-то на даче был, и когда он ехал, он с трепетом ждал увидеть свои дома разрушенные. Оказалось, что ни один дом, который он строил, не разрушен. Рядом стояли такие же девятиэтажки, только строили другие люди. И они все развалились. А это ни один дом не разрушился. Ну, вот это показатель. Поэтому я говорю, я очень сильно удивлен был, когда показывают бетонные здания, которые полностью просыпались. Что за херня такая? Ну, по всему, смотрите, земноморье такие строят, и землетрясения случаются, ничего с ними не бывает. Ну, а что ты с бетонным, с каркасным зданием-то сделаешь? Никакое землетрясение. Он гуляет, ходит, ну, там будут трещины. Ну, что-то осыпется. Но оно не сложится, это здание, никогда. Вот. На Тайване-то они вообще, если падают, ну, там какие-то безумные землетрясения, если падают, то только вот так. То есть, оно не разваливается. Масса же видео, да? Когда стоит небоскрёб, а другой на него упал, как в фильмах про апокалипсис. Вячеслав, а может быть, что это Китай предупредил Эрдогана не лезть в Кикимон? Нет. Китай влияет, конечно, на Эрдогана, но с точки зрения договорённости они не могут ему ни приказать, ничего. И Эрдоган держал НАТО, Европу и США прям за горло с этими Финляндией и Швеции. Он прям изгалялся, так ему всё это нравилось, да? И он бы, конечно, ещё продолжал изгаляться, заставил бы их пойти на какие-то бешеные компромиссы, решить какие-то вопросы. Понятно, что они не могли решить вопросы, выдавать ему курдов. Значит, он что-то попросил бы сверх взамен. Ну, тут случилось это землетрясение, как видите, это очень совпало. И тут Столтенберг зачем об этом заявил? Да, что вопросов нет. Чтобы они действительно были сняты. То есть, это они так Эрдогана тряханули. Вероятно, был телефонный разговор, он сказал, ну да, да, да. И Столтенберг впереди планеты всей сразу выскочил. А вот всё, вопросы сняты. Эрдоган не может сказать, что вопросы не сняты. Военные самолёты Объединённого командования Аэрокосмической обороны Северной Америки перехватили четыре российских истребителя в связи с пролётом Аляски. В группу входили ракеты НОСС и Ту-95 МС и истребители Су-35. Очень странное сообщение. Везде перехватили истребители. Это толк от этих истребителей. Они как раз не страшные. А вот Ту-95, которые таскают на себе крылатые ракеты с ядерными боеголовками, вот они очень опасны. Именно эти ребята, они какие-то Су-35. Су-35 для чего? Для шухера, для того, чтобы показывать, что если вот будут пытаться сбить эти Ту-95, то Су-35 вступят, отобьются и так далее. Ну, вообще, конечно, техник Ту-95 хоть и очень старый, там ещё двигатели Юма стоят, ещё и немецкие. Ну, о чём они там не говорили по поводу того, что это КБ-люльки и так далее. Это двигатели Юма, поэтому так вот гудят. И поэтому это называется медведь. Такие движки ещё стоят на Антеи, на А-22. Жуткие, конечно. Конечно, звук всегда такой прям, что всегда он пролетает над тобой. Вот, хоть это и очень старый самолёт, да, там разваливается он. Первый полёт, когда там, в 55-м году совершил, да. Стараясь. Но он, тем не менее, таскает крылатые ракеты с ядерными боеголовками. И они достаточно эффективны, поэтому Путин ими пугает, этими медведями. Ну, вот пишут про астероид этот французский, да. То есть, во всех городах Франции, кроме Юга, видели астероид, который там что-то пролетел. Ну, не астероид, вроде как метеорит, который упал в ламаску. Ну, как-то он странно выглядел, да, для метеорита. И особенно упавшего в ламаску. Ну, бывает, что тут не исключаем. Новозеландский пилот попал в плен к пупуасам в Индонезии. И вот так это выглядит, стать пупуасом в Индонезии. Хорошо, что не съели, блядь. Но они говорят, что если их будут бомбить, тогда они с ним разберутся. А так они его не тронут. У него ожидается жизнь интересная. Субтитры создавал DimaTorzok